Примерно полтора года назад у меня был обзор интересных и очень качественных аккумуляторов AN2665001B от Lysium Works, но вот ко мне попали такие же аккумуляторы, но продающиеся на Алиэкспресс. Осмотрим, протестируем, сравним с предыдущими, думаю будет полезно, кроме того, вроде разобрался с датой производства таких аккумуляторов. Как и в прошлый раз в качестве вступления кусочек из даташита. Забегая вперед скажу, что в итоге все оказалось немного интереснее, чем я изначально предполагал, но начну как всегда с упаковки. В данном случае красивого фирменного бокса нет, есть только обычная пластиковая коробочка, правда также с логотипом в Апселл. Технические характеристики Внешне аккумуляторы точь в точь как на картинке из даташита и еще раз напомню, из-за непривычного размера контактов у данных аккумуляторов легко спутать плюс и минус, будьте очень внимательны. Под термоусадкой имеется наклейка со штрих-кодом. Да, в данном случае мы имеем дело с аккумуляторами выпущенными еще до того как И-123 стал называться Лисиум Веркс, понять это легко по сравнительному фото. Слева аккумуляторы из предыдущего обзора, справа обозреваемые. Кроме того, в прошлый раз я писал что неизвестна дата выпуска, так вот похоже что дата указана в цифрах после маркировки ФХ. Почему я думаю что это дата выпуска? Все просто, я просмотрел те фото, которые нашел и сопоставил их с ориентировочной датой, когда это фото делалось, плюс сам формат очень похож именно на дату. В обзоре аккумуляторы имеют код ФХ, 1 603 512, в прошлом обзоре код был ФХ, 1 808 247, также я встречал коды ФХ, 1 309 622 ФХ, 1 105 790 ФХ, 1 807 606. Соответственно можно предположить, что первая пара цифр это год, вторая, месяц, три последние, возможно дополнительный код. Получается что в обзоре аккумуляторы выпущены в марте 2016 года, а предыдущие были от августа 2018, то есть на 2. 5 года моложе. Размеры вес, здесь никаких неожиданностей. Так как мое вспомогательное зарядное не работает слив ФПУ-4, то цикл нормализации проводился при помощи тестера ЭКПИ-20. Сокласно даташиту аккумуляторы имеют нормальный заряд током 1,2,5 А и ускоренный током 4,10 А. В нормальном режиме время заряда 1 час 6 минут, это просто отлично и всего на минуту дольше, чем у предыдущих. При токе 10 А заряд занял 20 минут 5 секунд, предыдущие в таком режиме зарядились за 20 минут 52 секунды. Разрядные графики в данном случае также из даташита, но для меня они не очень удобны, так как приведены для режима разряда постоянной мощностью, а я при тестах использую разряд стабилизированным током. Тесты проводились в следующих режимах 0, 2, 0, 5, 1, 2, 4, 6, 8, 12 и 16, где с равно 2, 5 А. По большому счету даже как-то скучно, запускаешь тест и получаешь предсказуемый результат, соответствующий даташиту. Температура при токах 20, 30 и 40, а второй экземпляр. А вот сравнение характеристик несколько удивило, так как имеются заметные отличия, хотя аккумуляторы из разных, но близких партий, второй экземпляр имеет емкость немного больше. Эмпеданс при получении, после нормализации и конечной. Что любопытно, немного меньше, чем у предыдущих, если здесь 5, 15, 5, 15, то в прошлый раз было 5, 75, 5, 85, хотя обозреваемые аккумуляторы явно старее. Для сравнения с предыдущими я свел на графике результаты теста обоих пар аккумуляторов при токах 20 и 40, а да, разбег есть, но на графике заметно, что у предыдущих он был существенно ниже. Выводы. Пожалуй, единственное, что мне не очень понравилось, это разброс характеристик, но зная данные аккумуляторы я грешу только на то, что аккумуляторы из разных партий. В остальном, это все те же отличные высокотоковые ячейки, пожалуй, одни из самых лучших, если не лучшие. Расстраивает у них только соотношение цена, емкость. Но если надо иметь большую токоотдачу при компактном размере и отличной надежности, то альтернативу сложно подобрать. Теперь по поводу цены. Нанкон они стоили около 6 долларов без учета доставки, сейчас цена опустилась до 3 долларов. 3. Думаю менеджерам в Апсел стоит задуматься о каких-нибудь акциях или распродажах, так как цена в 9 долларов за штучку мягко говоря. Высоковато, пусть даже с бесплатной доставкой. На этом у меня все, надеюсь что было полезно. Товар предоставлен для написания обзора магазинам. Обзор опубликован в соответствии с П-18 правил сайта. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Продолжение следует...